Здравствуйте! Всех приветствую на своем канале, всех приветствую в нашей Школе Будущего. И сегодня я хочу продолжить тему, поговорить с вами о тех делах, которые можно и нужно делать в субботу. И мне бы хотелось начать с того, почему все-таки мы должны к этому дню относиться более серьезно и действительно исполнять эту заповедь. Я сейчас вам зачитаю цитату из книги «Исход» из заповеди пророка Моисея, это глава 20, стих 11. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почел. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Обратите внимание, что делал Господь Бог в седьмой день. Он почел, он отдыхал. Он, собственно, восхищался тем, что он создал. И посмотрите, сколько он создал, какой объем. Были созданы за шесть дней и небо, и земля, море и все, что в них. То есть созданы все творения, причем созданы настолько совершенными, уникальными, неповторимыми. Это все те знамения, которые нас окружают и которыми мы восхищаемся каждый день. Так можем ли мы устроить себе праздник в субботу, как праздник восхищения нашим Творцом? Как праздник благодарности за все его творения, поскольку мы тоже являемся его уникальным творением? Я думаю, что можем. Поэтому к этой заповеди мы должны относиться серьезно. И наша любовь к Творцу, она должна проявляться именно в соблюдении этих заповедей. И так как храни субботу – это одна из заповедей, то мы должны ее исполнять. Вот это то, что я хотела вам сказать по поводу серьезности отношения к этому дню. И теперь мы с вами обсудим, что же можно делать в этот день. Вы знаете, я тоже когда-то несерьезно относилась к этой заповеди. Пока в Коране не нашла такую цитату, что Бог из тех людей, которые не соблюдали субботу, сотворил презренных обезьян. И еще меня, конечно, поразил тот факт, что когда Бог-творец выводил израильтян из египетского рабства, когда они 40 лет вместе с ним блуждали по пустыне, я вам, кстати, объясню, почему именно 40 лет и почему так долго. Так вот, они питались манной небесной, это действительно было настоящее событие. Они ежедневно собирали манну, которая падала с неба, и эту манну можно было собирать только в определенном количестве. И подавалась она с неба не каждый день, а только в определенные дни. В субботу манна на небо не падала. Причем в пятницу выпадало двойное количество манны, и поэтому израильтяне готовили именно в пятницу, для того, чтобы не готовить пищу в субботу. В субботу они даже не выходили из шатров, поскольку они, естественно, соблюдали заповеди. И я хотела бы, чтобы вы учли этот факт. И, возможно, если какие-то дела такого характера, такого плана можно сделать, то делайте это в субботу. Ни о каких домашних делах, ни о какой физической работе в субботу даже речи идти не может. Вы должны заниматься собой делами Господними, и вы должны посвятить этот день своему духовному саморазвитию, и вы должны творить добрые дела в отношении других людей. И я начну, конечно, о том, как день, собственно, посвятить себе. В первую очередь отдыхайте. Отдыхайте. Если нужно выспаться, значит, нужно спать. Если есть возможности, желание провести весь день молитвы, молитесь. Но не забывайте о том, что молитва тоже должна быть кратковременной. И посмотрите видеоматериалы о молитве, как правильно нужно молиться. И мне бы хотелось настроить вас на чтение духовной литературы в этот день. Читайте не по 15 минут, читайте столько, сколько вы сможете. Пытайтесь разбираться с текстами. И мне бы хотелось сказать вам о том, что чтение духовной литературы, оно приводит к гармонизации организма и к духовной стабилизации. И приводит к исцелению организма. Благодаря вот этому чтению вы избавитесь от всего негатива, который накопился в течение недели. Потому что в течение недели действительно очень много всевозможных отрицательных эмоций, стрессовых ситуаций. Поэтому вот как можете, так и исцеляйте себя на всех уровнях в этот день. И естественно занимайтесь своим духовным самосовершенствованием. Ну и не забывайте о других людях. И сейчас я хочу поговорить о тех делах милосердия, которые нужно делать в этот день, когда посвящаешь его другим людям. Это могут быть дела милосердия, направленные на телесное милосердие, то есть на облегчение страданий именно плоти или тела, и дела милосердия, которые направлены на духовную помощь другим людям, то есть на душевное исцеление других людей. Итак, я нашла, собственно, эту тему в интернете, и хочу прямо зачитать вам те пунктики, которые я обнаружила. Очень мне понравилось изложение материала. Итак, к делам милосердия именно телесного плана, которые направлены на облегчение страданий на уровне плоти, относятся накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, приютить бездомного, посетить больного. Я не все перечислила, но я думаю, что этих пунктов достаточно. Ну, а сейчас очень многие люди занимаются волонтерством. Я знаю, что многие подкармливают бездомных людей, помогают беспризорникам, и, как правило, вот такие вот обеды совершаются по субботам. Это просто замечательное такое нововведение. Если у вас есть возможность этим заниматься, занимайтесь. Естественно, одеть наголу. Помогайте тем людям, которым нужна одежда. Это даже не милостыня. Это просто помощь нуждающемуся, которая элементарная. И я думаю, что вы не обеднеете от этого. Для кого-то это действительно окажется важным. Ну, естественно, посещение больных людей в этот день. Они являются делом милосердия. Но не забывайте также, если вы живете не с родителями, посещать своих родителей. У многих они старенькие. Общайтесь с ними, поскольку они тоже заслуживают вашего внимания. Ну, и, конечно, я думаю, что и воспитание детей ваших именно в этот день тоже является делом милосердия, поскольку в течение недели мы очень мало времени им уделяем. И если это будет тем более воспитание на духовном плане, то это будет просто замечательно. Ну, и теперь о делах милосердия, именно связанных с духовным планом. Первое. Научить незнающего. Что такое научить незнающего? То есть научить человека чему-то тому, что он не познал и не имеет на уровне духовного опыта. Второе. Наставить сомневающего. То есть дать наставление в чём-то. Увещевать грешника. То есть дать наставление грешнику. Грешнику нужно всегда говорить правду, указывать ему на его ошибки. И вот те люди, которые действительно нестойки в вере, их нужно направлять на этот путь истинный. И иногда у людей не хватает веры только потому, что... Не достаёт веры только потому, что у них не достаёт знаний. И нужно бороться с этим невежеством. Нужно рассказывать, говорить. Если у вас есть знания, знания в первую очередь заповедей, рассказывайте другим. Делитесь своим опытом. Это и является вот именно вот этим наставлением, назиданием, увещеванием. Ну и следующая разновидность дел милосердия – утешить страждущего. То есть успокоить страдающего. Если есть такие люди рядом с вами, разберитесь в причине их душевной боли. Просто поговорите, побеседуйте. Иногда обычное слово, оно является большей помощью, чем какая-то милость, там, я не знаю, милостыня или материальная помощь. А просто добрый совет. Он бывает иногда настолько бесценен. И иногда люди выздоравливают от единственной фразы. И поэтому помогайте исцеляться людям. Ну и ещё к делам милосердия относится молитва о ближнем. Что я хочу вам сказать о молитве? Да, молиться надо. Кстати, посмотрите видеоматериалы о молитве. Молиться в первую очередь, конечно, о тех людях, которые нестойки в вере. Которым нужно определиться на пути веры. Молиться о грешниках, которые, собственно, имеют грехи смертные, бесполезно. Ну, если это грехи несмертного такого уровня, то молитесь. Я думаю, что всё-таки молитва ваша поможет им. Вот, наверное, всё, о чём я хотела сказать. Великодушия вам на вашем пути. Всего вам доброго.